В Одессе в усиленном режиме продолжает работать университетская клиника Международного гуманитарного университета, а также центр борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19. Бесплатно пройти тест и получить консультацию высококвалифицированных докторов и кандидатов медицинских наук Международного гуманитарного университета могут абсолютно все одесситы и жители региона, предварительно записавшись в колл-центре. Всего закуплено 10 тысяч экспресс-тестов, они сертифицированы в Германии для всех стран Евросоюза и прошли апробацию, показав свою эффективность в странах Европы и Азии с высоким уровнем заболеваемости. На этой неделе тестирование прошли депутаты фракции Украинской морской партии в Одесском городском совете и лидер политической силы Сергей Кивалов. Помимо сотен одесситов, которые уже обратились за помощью в университетскую клинику и прошли тесты, убедились в состоянии здоровья также студенты Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Одесситы продолжают проходить бесплатные тестирования на коронавирус в университетской клинике Одесского мединститута Международного гуманитарного университета и Центре борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19. На этой неделе проверить свое состояние здоровья решили и депутаты фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одесском городском совете. Вместе с депутатами уже на повторное тестирование пришел и лидер политической силы, почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов. Я уже проходил тестирование неделю назад по служебным делам. Я два дня находился в командировке в городе Киеве. И вот вчера приехал и сегодня решил пройти еще раз. Всего закуплено 10 тысяч сертифицированных экспресс-тестов производства одного из мировых лидеров по изготовлению тест-систем для различных инфекционных заболеваний. Компания с многолетним опытом выпускает также тесты на беременность, сахарный диабет и на употребление наркотических средств. Тесты были сертифицированы в Германии для всех стран Евросоюза и прошли апробацию, показав свою эффективность в странах Европы и Азии с высоким уровнем заболеваемости. Мы закупили за свои средства. Мы не тратили государственные денежные средства. Мы приобрели их у производителя. И вот они сегодня находятся в Одессе. Медицинские сотрудники университетской клиники используют современные качественные средства индивидуальной защиты. При работе с каждым посетителем используются одноразовые перчатки и дезинфицирующие средства. К тесту также прилагается одноразовый комплект для забора крови. Спустя 15 минут тест показывает результат. Ну что, какой у меня тест? Ваш тест показал отрицательный результат. У вас в крови отсутствуют антитела именно на клубу линии G и M. У вас только на тесте показана контрольная полоска, значит, тест выполнен правильно. И вирус в крови у вас. Слава Богу. Спасибо вам. В первую очередь в группе риска находятся врачи. Сергей Кивалов отметил, что клиника Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета готова принять всех медиков и тестировать их каждые пять дней согласно утвержденным протоколам. Сергей Кивалов призвал также всех одесситов пройти бесплатное тестирование в университетской клинике Международного гуманитарного университета. Я еще раз обращаюсь ко всем одесситам и хочу сказать, что вы имеете право бесплатно в студенческой клинике Международного гуманитарного университета пройти экспресс-тест на наличие антител в организме. Я подчеркиваю, это все делается бесплатно. В условиях карантина депутаты горсовета продолжают работать в комиссиях. Часто бывают среди одесситов, поэтому вынуждены особенно тщательно подходить к вопросам здоровья, как своего собственного, так и окружающих. Это совместный проект Международного гуманитарного университета Украинской морской партии Сергея Кивалова и юридической академии. И я хочу призвать всех коллег, всех депутатов Одесского городского совета, областного совета, Верховной Рады пройти тест на коронавирус. Это 15 минут, но спокойны вы, спокойны ваши семьи, это в первую очередь безопасность. На кругах нас, как депутатов-мажоритарщиков, конечно же, жители спрашивают и интересуются относительно того, где можно проверить свое здоровье, возможность пройти тест на коронавирус. И по инициативе Сергея Васильевича Кивалова, по инициативе Украинской морской партии, при содействии Международного гуманитарного университета, Национального университета Одесская юридическая академия, такой тест можно абсолютно бесплатно пройти. Я вообще считаю, что все население должно проходить тесты. И чем больше у нас протестированных людей, тем более реальная у нас статистика и более объективные показатели, из которых можно отталкиваться и, соответственно, вводить те или иные необходимые медицинские и противоэпидемиологические меры. Поэтому тестирование – это одна из важных частей в целом системы здравоохранения и борьбы с эпидемией коронавируса. Также во время посещения клиники Сергей Кивалов и депутаты ознакомились с готовностью медучреждения к приему больных на стационарное лечение. Несмотря на огромный дефицит медицинского оборудования в Украине, удалось приобрести все необходимое для отделения интенсивной терапии, университетской клиники Международного гуманитарного университета и Центра борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиту от пандемии COVID-19. Клиника была построена качественно и в крайне оперативном режиме. Всего месяц назад на месте отделения интенсивной терапии и изолятора была огромная аудитория на 150 человек. Часть корпуса, где расположен стационар, имеет свой автономный вход. Он попадает в изолятор. В изоляторе проводятся все необходимые подготовительные процедуры, для того, чтобы потом перевести его в палату интенсивной терапии. Здесь изолятор, да? Да, изолятор. После окончания пандемии изолятор трансформируется в палату восстановительную, послеоперационную, рекавери, в которой пациенты будут после амбулаторных операций восстанавливаться. В отделении интенсивной терапии уже размещена необходимая мебель и оборудование. Выполнена разводка для подачи кислорода. Сами кислородные баллоны, согласно технике безопасности, находятся в отдельном помещении. К пациенту крепятся датчики контроля стурации кислорода, давления, кардиограмма. То есть все, что там обеспечивает функции дыхания. И здесь все видно, это реаниматологи, все это мониторят. Это то, что мы потом также можем видеть удаленно при помощи телемедицинских инструментов, как мы с вами показывали, где бы это ни было. То есть это такие вот у нас универсальные решения. В палатах присутствует инфузомат, необходимый для дозированной подачи лекарств и следящее оборудование, которое обеспечивает мониторинг всех функций жизнедеятельности больного. Уровень кислорода, давление, кардиограмму, функции дыхания. Устанавливаются аппараты искусственной вентиляции легких. Кроме этого, используя возможности телемедицинского комплекса университетской клиники Одесского мединститута МГУ, можно предоставлять телемедицинские консультации людям, которые находятся на самоизоляции. Как правило, это пожилые люди, которые не могут обратиться непосредственно физически к врачу в связи с риском получить заражение при контакте с окружающими. Медсотрудники кабинета телемедицины оказывают консультационные услуги на расстоянии пациентам в любом населенном пункте страны. Вообще пациенты с коронавирусной инфекцией нуждаются в очень высоком потоке кислорода. Можете посчитать. Если это требует, то где-то скорость потока кислорода у тяжелого пациента – это 10 литров в минуту. Баллон 40-литровый – это 6 кубов кислорода. То есть кислорода может уходить очень много. Но в принципе вот этого баллона где-то по городу достаточно будет, если нужно, обеспечить. Еще одна большая аудитория на базе клиники переоборудована в палату, которая совмещает в себе две функции – дневного стационара и физиотерапевтического кабинета. Палата оборудована койками и 11 аппаратами, необходимыми для проведения различных физиотерапевтических процедур. Мы приняли такое решение, чтобы переоборудовать аудитории, где читались лекции, проводились семинарские занятия, переоборудовать их в палаты. Здесь люди могут получать и как инвазивные методы исследования, и лечение – это капельницы, так и получать физиотерапевтические процедуры. То есть его можно использовать так же, как для восстановления пациентов, которые уже переболели этим нашим опасным недугом коронавирусной пневмонией. Тем временем университетскую клинику Международного гуманитарного университета уже посетили сотни одесситов со всех районов города. Чтобы пройти тест, они предварительно записались с помощью колл-центра по телефону горячей линии 778-30. Позвонив на горячую линию, также можно получить онлайн-консультацию докторова, кандидата в медицинских наук, записаться на прием и получить комплексную консультацию и пройти тест на коронавирус. Запись на прохождение теста осуществляется каждый день с понедельника по пятницу с 10 до 15.00. Зашли на сайт и увидели, буквально там пару минут было это объявление, и мы тут же позвонили. И спасибо большое, мы позвонили, обратились, и нас записали на четверг. И мы очень благодарны. Большое спасибо, что сразу так окликнулись, что сразу предложили сделать анализ. Даже не верится, что вот такое еще может быть, что такое тяжелое время, и что так быстро окликнулись и помогают, и делают. Во время тестирования один из одесситов получил позитивный результат. Врачи клиники приняли решение госпитализировать мужчину согласно протоколу, утвержденному Министерством здравоохранения Украины, которому следует и университетская клиника Международного гуманитарного университета. Карета скорой помощи сопроводила пациентов в медицинскую клинику Одрекс, где провели ПЦР-тестирование. В настоящее время он находится на самоизоляции. Увидел рекламу на репортере касательно бесплатного тестирования на коронавирус, позвонил на колл-центр. Девочки меня записали в удобное для меня время. Был, к сожалению, положительный результат данного теста. Главное, что врачи работали очень слаженно и профессионально, качественно, согласно протоколу, они сразу меня госпитализировали в Одрекс, где в дальнейшем мне провели ПЦР-тест. После чего меня просто отправили на самоизоляцию. На данный момент я нахожусь на самоизоляции. Перед тем, как сдать кровь для тест-системы на наличие коронавируса, посетителю клиники меряют температуру, пульс, а также уровень насыщения крови кислородом. Все данные вносятся в специальную программу. Одесситы говорят, в такое сложное время медучреждения города не выдерживают нагрузку. Поэтому очень важно, что они могут в любое время обратиться в клинику Международного гуманитарного университета. Я пришел сначала в инфекционную больницу, в приемное отделение. Они мне культурно говорят, у тебя симптомов нет? Ну, в общем, меня культурно так. Наш Минздрав послал на четыре буквы. Говорит, иди к семейному врачу. Я пришел к семейному врачу, она говорит, что ты мне хочешь? Теста у нас нет, ничего нет. Говорит, я узнал по телевизору, я видел, Сергей Васильевич делал тест. Ну, я решил тоже попробовать. Если все такие люди были хотя бы на Украине, как Сергей Васильевич, было бы лучше жить. Весь медицинский персонал клиники соблюдает строгие правила безопасности. У каждого врача есть сменные средства индивидуальной защиты. Справиться с пандемией помогают и студенты. К примеру, учащиеся в Одесской юрокадемии и сотрудники юридической клиники работают в колл-центре. А студенты Международного гуманитарного университета под руководством высококвалифицированных врачей оказывают помощь посетителям клиники. Кроме волонтерской помощи, которую оказывают студенты, они также проходят тестирование. Более 90% молодых людей приехали учиться в Одессу из разных уголков страны. Во время карантина не все смогли уехать домой. И около 200 студентов в настоящее время проживают в общежитиях университета, где соблюдаются все эпидемиологические меры и меры безопасности. Одесская юрокадемия и МГУ в это сложное время ответственно заботятся о своих студентах. Здоровье молодого поколения превыше всего. Ну, первое, хочется сказать, конечно, большое спасибо Сергею Васильевичу за то, что мы имеем возможность бесплатно сегодня протестировать себя, обезопасить себя, быть уверенным в том, что мы не болеем. Замечательная клиника у нас открыта на базе Международного гуманитарного университета. Действительно, здесь новейшие технологии, новейшая аппаратура. Очень важно проверять студентов, молодежь, так как все мы знаем и слышали, что заболевание может протекать у молодых людей бессимптомно. Они могут быть носителями вируса и, соответственно, передать каким-то своим старшим родственникам, коллегам. Поэтому лучше проверить, чтобы понимать, нет ли носительства вируса. Максимум волнений – это от небольшого укола в пальчик, чтобы взять кровь. А так, в принципе, нет. Результат показал негативный результат, тест показал негативный результат. Все прекрасно, все замечательно. Кроме тестирования на выявление коронавирусной инфекции, все студенты обеспечены многоразовыми средствами индивидуальной защиты. Активисты Первичной профсоюзной организации и студенческого совета раздали всем, кто проживает в общежитиях, медицинские маски, которые отшивают Высшее объединенное профессионально-техническое училище сферы услуг Одесской юрокадемии. Мастера училища ежедневно отшивают более 200 таких масок. Национальный университет Одесская юридическая академия продолжает борьбу с пандемией COVID-19. И вот, кроме того, что наши студенты имеют уникальную возможность дать безкоштовный тест на коронавирус, кроме этого, конечно, керевство пиклуется и надалее, даже в такой достаточно сложный период в нашей стране. Про наши студенты все равно пиклуются. И вот сегодня у нас была безкоштовная раздача масок багаторазовых в наших студентских гуртожитках для студентов, которые остались проживать в гуртожитках на период карантин. Напомним, что Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций провел мониторинг работы высших учебных заведений по борьбе с коронавирусом. По результатам было выявлено, что беспрецедентные меры, принятые национальным университетом, Одесская юридическая академия и Международным гуманитарным университетом по борьбе с пандемией COVID-19 являются примером того, как слаженно и оперативно должны действовать все учреждения высшего образования в Украине.